Добрый вечер! Наступило время поговорить о серьезных вещах. О том, что пора стартовать, пора начинать. Пора открыть уста для произнесения слов, которые совершают революции в мозгах. Когда-то в одной книге прочитал историю о том, как два человека, пастор, служитель Божий и врач-специалист, нейрохирург, встретились в кафе, разговаривали. И нейрохирург стал рассказывать о том, что совсем недавно медицина открыла, что речевой центр в мозге человека фактически управляет всей нервной деятельностью системы. То есть, вся нервная система завязана на речевой центр. Не на глазные нервы, не на слуховые, а на речевой. И что в зависимости от того, что говорит человек, какие слова он произносит, его организм, его тело, его инструмент, его нервная система, мышцы, ну короче говоря, все, что у него есть, функционирует соответствующим образом. Если человек, например, говорит, что я ослабел, я очень слаб, я чувствую себя уставшим и ослабевшим. Это означает, что речевой центр выдал вот эту команду, и вся нервная система, каждая клетка организма получает в конечном итоге, через распространяющие сигналы, через нервное окончание, получает команду ослабеть. И все органы, все клетки начинают получать, выполнять эту команду, начинают ослабеть. И человек действительно начинает чувствовать, что он слабее. Если он говорит, я не могу это выполнить, потому что мне не хватает мозгов, потому что я уже слабый, старый, неопытный, молодой, не знаю какой. Если человек так говорит, то через нервное окончание, во весь организм, во все системы, отправляется команда, так, стать слабым, некомпетентным, неумным, неопытным. И прекратить выполнять какие-либо команды, хорошо, надо все выполнять плохо. И все вокруг становится именно таковым. Потому что человек сам себя вставит в такие обстоятельства. Он вставит в обстоятельства себя неспособности, невозможности выполнить то, что он сказал. Ну и вот так идет разговор, и нейрохирург рассказывает вот эту важную вещь своему знакомому служителю Божьему. А тот говорит, да, мы это знаем давно уже. Он говорит, откуда вы знаете? Он говорит, а это написано, доктор Иаков написал это. Какой доктор Иаков? Ну это написано в Библии две тысячи лет назад. Есть такое послание Иакова в Библии в Новом Завете. Там написано две тысячи лет назад с лишним, что язык хоть и небольшой орган, но управляет всем телом. Так же, как мы вкладываем узду в рот коню, чтобы управлять всем его телом. Так же, как кормчий на корабле маленьким рулем управляет огромным кораблем. Точно так же и язык, хоть и небольшой член, но управляет всем телом. Что скажешь, то и будет. Из уст. Из уст. Что выходит, то и определяет, как будет выглядеть твоя жизнь, твоя судьба. Ну и много в Библии на этот счет подтверждений. Написано, от плода уст твоих наполняется чрево твое. Что говоришь, так и жизнь твоя выглядит. Или ты говоришь глупости, или ты говоришь вещи, которые тебя опускают, вызывают в тебе апатию, бессилие, неуверенность. Сомнения, страхи. Или ты говоришь победные слова, которые побуждают тебя к действию. Которые говорят тебе, что ты силен. Что ты можешь. Что ты способен. Что ты справишься. Что ты уверен в себе. Что ты сильный. Что ты бесстрашный. И так далее. И так, самое главное, самое важное. Это доказано уже две тысячи лет назад на духовном плане. И это подтверждается сегодня наукой. То, что мы произносим. То, что мы провозглашаем. То, что мы исповедуем. То, что мы говорим. И то и происходит. Смерть и жизнь написано во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка написано в Библии. Смерть и жизнь во власти языка. Во власти языка жить, процветать, наслаждаться окружающей действительностью. Получать. Или во власти языка все разрушить и даже умереть. Смерть и жизнь во власти языка. Вот если вот это понять. Тогда становится кое-что возможным в нашей жизни. Тогда надо просто начать говорить правильные вещи. Я в правильном бизнесе. Я в правильной системе. Я с правильными людьми. Я справлюсь с правильными людьми. И с правильными системами. И с правильным бизнесом. Я смогу. Во мне есть правильные мысли. У меня есть правильные слова. Я говорю то, что надо. Я верю в то, что я говорю. А раз так, то написано, что правильные слова приводят к правильным результатам. Поэтому с сегодняшнего дня я прекращаю говорить вещи, которые меня не поднимают, а опускают. Я прекращаю говорить слова, которые вызывают во мне сомнения. Я прекращаю говорить слова, которые негативно влияют не только на меня, но и окружающих. Я запрещаю себе произносить вещи, которые меня не ведут к чему-то большому, светлому и чистому. Я не говорю о том, что я провалюсь, не преуспею, что у меня не получится. Я говорю только об обратном. Я всегда смогу, я со всем справлюсь. Я за все смогу заплатить, и цена, которую мне жизнь выставляет, вполне доступна для меня. Что бы она мне не выставляла, какой бы счет судьба, жизнь, судьба моя не выставляла мне, я всегда справлюсь. Потому что я смогу, я знаю, что я могу, я силен, я справлюсь, мне помогут, я найду способ. Вот как надо говорить. Я сумею, я смогу. И стоять на своем. И тогда все получится. С сегодняшнего дня мы начинаем. Удачи вам, наблюдайте за влогом. Да, 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 с сегодняшнего дня.